Я хотела бежать любой ценой. Для этого мне пришлось выйти замуж за того, кого я не любила. На этой территории жили свои. А за периметром жили враги, чужие. Я сел в такси с бывшим сокамерником. Он стал рассказывать водителю все, что там с нами делали. Водитель не смог ехать дальше, потому что он беспрестанно плакал. Меня дважды останавливали на границе. И только после, когда стена уже упала, выяснилось, что один из наших знакомых стучал на нас. У меня была свобода мнения. У меня была свобода дискуссии. В этом был мой долг. И именно для этого я все это сделал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я не хотел свергнуть Ульриха Я не хотел разрушать режим Я хотел помогать людям, которые от этой системы пострадали В день, когда построили стену, моя мама попыталась сбежать Ее поймали на границе и послали назад Ей повезло, ее не наказали Потому что это было ровно в тот день, когда появилась стена Она села в поезд и хотела выехать в Западную Германию Но там было так много народа Их всех послали назад Ей повезло, но ее внесли в списки Да, ей было 20 или 19 лет По статистике В Берлине было вырото 75 тоннелей И только 19 из них смогли использовать 19 из 75 Большинство тоннелей раскрыли предатели То есть они не обрушились Конечно, обрушения тоже были, но не их было решающее число Большинство сдали предатели Через все тоннели в совокупности попали на свободу примерно 400 человек По канализации ушли 800 человек С помощью паспортов 10 тысяч Наша семья была разделена пополам Одна часть жила в Западной Германии, вторая в Восточной Но, несмотря на это, мы держались вместе Нам нельзя было на ту сторону Но наши родственники нас не бросили Они приезжали к нам в ГДР, навещали нас И из-за этого, конечно, многое становилось понятно Ясно было, что нам в ГДР врут Что неправда, что Запад – это плохо и тому подобное Паспорта – это был самый эффективный способ Сначала мы использовали паспорта людей, похожих на беженцев Потом вклеивали фальшивые фотографии, то есть подделывали паспорта И таким образом удалось помочь многим людям бежать Пока 7 января 1962 года этот путь не перекрыли Изменился порядок пограничного контроля С этого момента паспорта использовать стало невозможно И мы стали копать тоннели Итак, вот Хайдельбергерстрасс По ней проходили 8 тоннелей Вот тот самый тоннель, по которому бежал Ерхе Это следующий А третий тоннель был вот тут Он был в этом доме А первый он был здесь, вот под этим детским садом Вот здесь он практически начинался И шел прямо через улицу И он эту улицу увековечил Я родился в Буэнос-Айресе, это Аргентина После войны с Англией уехал в Саудовскую Аравию Там я прожил один год Мне понравилась Европа Я подумал, что стоит по ней немножко поездить Мы решили отправиться в Париж Мы поехали автостопом, путешествовали Мы были под травой, наверное, не знаю Но проснулись рядом с Нюрнбергом То есть мы не в ту сторону уехали Подумали, а, похрен, поехали в Берлин Мы знали в Берлине людей Мы туда вообще-то потом тоже собирались Поехали тогда прямо туда И первый год или два я там нелегально прожил Это улица между районами Нойкёльн и Трептов Для нас, активистов, которые помогали людям бежать Ее достоинство было в том, что здесь расстояние между домами На западной и восточной территориях было не больше 20 метров Тоннель в 20 метров можно выкопать за три дня и три ночи Для этого не нужно электричество Можно работать с фонариками Не нужен дополнительный кислород Такой тоннель просто прорыть А для более длинных, таких как на Бернауэр-штрассе, где расстояние 140 метров Нужен был кислород и проводное электричество И лебёдки, всё, что только можно Здесь землю просто выносили в круглых металлических тазах Такие тазы мясники использовали для переноски мяса Сложность в том, что просто копать невозможно Тоннели всегда были высотой 50-60 сантиметров, то есть совсем невысокие Нужно было по-настоящему закапываться Нельзя просто копать лопатой Приходилось ложиться на спину и ногами, к которым приделаны лезвия лопаты Копать и бурить землю, откладывать ее в сторону Там было очень узко Вот такая ширина и такая глубина Меня зовут Ральф Хеннель Я родился в 1964 году в Дрездене, Саксония Но вырос в Ростоке, это на берегу Балтийского моря Ходил там в школу до 1980 года, потом продолжил учиться в Восточном Берлине и жил там до 1982 года Я с детства очень сильно интересовался боевыми искусствами Смотрел бокс по телевизору, когда его показывали Очень любил дзюдо Чуть позже, и не без рекомендаций, я нашел школу японской борьбы джиу-джитсу Тогда это было что-то, о чем толком никто не слышал В Восточной Германии официально вообще не было никаких боевых искусств Можно было заниматься только боксом, дзюдо и рестлингом Потому что этих спортсменов направляли на чемпионаты мира и Олимпийские игры Ведь медали, особенно золотые, работали на узнавание страны Остальные виды, особенно для подростков, это было почти невозможно Я тогда нашел нескольких ребят, которые занимались практически подпольем Официально нельзя было найти ни записей, ни специализированных журналов Детство вообще-то у меня было просто отличное Тех, кто занимался спортом, государство очень поддерживало Мне всегда ужасно нравилось, что можно идти на тренировку И пропускать пионерские сборища во второй половине дня Они всегда были ужасные Единственное, что еще ребенком я жила с открытыми глазами Я хорошо понимала эту проблематику Запада и Востока из нашей семьи И понимала, что у меня, у ребенка, отняли право съездить к родственникам на Запад Я выдумывал много трюков Но самое известное, конечно, с кадиллаком Его очень легко объяснить Мне пришла в голову мысль В основном, тайники делают между задними сиденьями и багажником Чуть увеличивают место за счет задних сидений, а багажник делают чуть меньше Но на восточной границе об этом все знали Я подумал, а где они не ищут? Где можно в машине сделать тайник? Так, чтобы никто даже не подумал, что он там может быть За приборной доской За приборной доской тайник можно сделать только в американской машине В конце концов нашли кадиллак Он был длиной в семь метров шестилитровым двигателем Машина как океанский лайнер Приборная доска вот такая большая Она кажется изящной, а на самом деле такая большая, что я там помещался Я тогда был ростом 1,87 метра И я туда помещался, в этот тайник С помощью одной этой машины мы освободили в общей сложности 200 человек С помощью одной единственной машины Обычно автомобили после 5-10 рейсов обнаруживали, но этот автомобиль не раскрыли Мы перевозили 8 беженцев, потом перекрашивали машину Она побывала черной, желтой, зеленой Меняли ей номера или носовой знак Тогда это больше был не Кадиллак, а Меркьюри или Шевроле То есть мы все время что-нибудь предпринимали Благодаря этому машина очень долгое время ездила на восток И ее не раскрыли Чекпоинт Чарли был чем-то, о чем знали все Мы знали и видели фотографии танкового противостояния в 1961 году Это было значимое событие для Берлина Поэтому в том числе и я всегда считал, что в этом месте особенно ощущается, что ты по одну сторону И никаким образом не можешь оказаться по другую Это очень-очень трудно, точнее невозможно Сейчас здесь нет ни одной детали, которая бы напоминала те дни Тогда атмосфера здесь была угрожающей Теперь мы видим рекламные щиты, на каждом углу что-то продают Туристы развлекаются Все делают селфи, спокойно переходят через линию, которая обозначает, где стена была раньше Невозможно передать те ощущения, которые ты испытал однажды Люди фотографируются с актерами, изображающими пограничников Развлекаются, и никто из них не думает, какое значение имела эта стена для чьих-то жизней В 1969 году родилась наша первая дочь А меня в 1964 и в 1965 году пытались похитить, увезти на восток Я третьего похищения совершенно не боялся Мне казалось, что я смогу их опередить, удастся как-то вывернуться Но тогда моя жена мне сказала Знаешь, если они похитят меня или ребенка, у нас шансов нет Давай уедем из Берлина Друзья продолжили за меня, и я смог уйти Я еще пару раз помогал из Ганновера, куда мы переехали А после этого в 1970-м уже полностью прекратил эту деятельность Я оказался в ГДР через моего отца, так как он уехал в командировку сюда в 1986 году В городе Вюнсдорф Здесь в этом городе раньше пребывали советские войска Это был штаб советских войск в Германии Здесь же немцы не жили, жили только советские граждане Вот это моя школа, начальная школа Здесь было две школы, одна была старшая школа после третьего класса А это начальная школа, сейчас это жилой дом Все раньше было покрашено серой краской защитного цвета Военные объекты Вот это заброшенное здание, это спортивный зал был Я сюда периодически приезжаю Последний раз я был, наверное, здесь Но года три-два назад и каждый раз, когда я сюда приезжаю, я чувствую какую-то ностальгию Люди сидят теперь в моей школе, ужинают, читают газеты Раньше мы грызли гранит науки, сейчас Сейчас жилое здание Мне было примерно десять лет, когда я увидела акробатов И тогда я и решила Я хочу стать акробаткой И я написала в церковую школу А они мне ответили Я сама им написала Мои родители ничего об этом не знали Мне ответили, что я должна еще год подождать Что на вступительный экзамен допускают только с тринадцати лет И мне нужно будет о себе еще раз напомнить Я это письмо родителям не показала Это была моя тайна Когда мне исполнилось тринадцать лет Я им еще раз написала И тогда получила приглашение Подать документы и приехать в Берлин Когда я приехал в западный Берлин Я жил с несколькими людьми в коммуне У нас были общие деньги и все такое Это была настоящая коммуна Занимались мы там всем, чем только возможно Я привез с собой из Швейцарии немного денег Оплатил один месяц занятий немецким языком И на этом они и кончились Тогда я стал продавать цветы на улице Я покупал большой букет роз Двадцать штук за пять марок А перепродавал по пять марок за один цветок То есть выручка у меня шла по экспоненте Когда я переехал сюда Я впервые столкнулся со стеной Едешь ты к друзьям или в школу или на работу Везде на нее натыкаешься И чувствуешь, что она ограничивает тебя А когда тебе шестнадцать-восемнадцать лет Это особенно интересно Ее называли антифашистской стеной И говорили, что она защищает нас от всего плохого на Западе Но они могли свободно приезжать сюда А мы туда попасть не можем Ты начинаешь думать, а как это работает Здесь я встретил своего инструктора Который впервые приехал ко мне из Западного Берлина Это было довольно трудно пригласить кого-то из Западной Германии Нужно было высылать официальное приглашение с целью визита Мой первый инструктор приезжал дважды И потом ему запретили въезд Тогда я обратился ко второму инструктору в Западном Берлине И он въезжал по разрешению на один день для туристов Он приезжал утром и уезжал незадолго до полуночи Указывал, что он хочет посетить музеи, а сам тренировал меня Первый раз, это было 1 июня 1986 года Он написал мне, что будет в кожаном пиджаке с двойным воротником И сказал встречать его на Фридрихстрассе Это один из официальных пропускных пунктов Он перешел границу, мы посмотрели друг на друга, покачали головами Все как в кино про шпионов, чтобы пройти куда-то и не выглядеть подозрительно Мы меняли такси и в итоге добрались сюда Я полагаю, что штази начали за мной присматривать в 1983-1984 годах Тогда уже были случаи, когда ребята, которые приходили на тренировки Говорили, какая-то странная машина снаружи, возможно, они наблюдают А тренировал я тогда в своей квартире в Ростоке Другой человек говорил, мне не нравится парень, который только что присоединился к нам Я ему не доверяю, он может работать на них У меня плохие предчувствия по поводу него Мы в нашей группе и правда предполагали, что кто-то может следить за нами И контролировать нас тем или иным образом Мой контакт с Германской Демократической Республикой не был случайностью После времен диктатуры в Аргентине все, что было связано с коммунизмом, социализмом, было запрещено Когда я приехал в Берлин, я уже смог взглянуть на социализм с другой стороны Кроме того, жизнь в коммуне пробудила во мне интерес к коммунистическому образу мысли Захотелось спокойно посмотреть, как там все устроено Когда я приезжал в Восточный Берлин, а там, само собой, было по-другому, чем в Западном Там были вещи, которые производили на меня впечатление Там я попал в социалистическую систему Прямо к этому монстру, который пожирал детей, как нас учили при диктатуре А на самом деле я попал в мир, который очень сильно отличался, но это было совсем не так Прекрасно помню этот поезд из Челябинска до Москвы, а потом из Москвы до Франкфурта на Одри Отец нас забирал почему-то во Франкфурте на Одри, я не знаю почему Это такое для нас, для меня событие было, я первый раз попал за границу в 6 лет Я помню, мы приехали в отель У отца были с собой такие желатиновые конфетки ГДРовские, как сейчас мишки, такие желатиновые А тогда это были такие, как малинки, ежевички Вот в Советском Союзе у нас такого не было, а здесь было на меня, это произвело первое впечатление, как на ребенка Когда я вижу то, что тот город, в котором я провел много времени стоит в руинах, потому что здесь вот многие здания стоят в руинах реально Эти советские здания, казармы, военные части, они все не используются Мне обидно, обидно за то, что это произошло так, таким образом, за то, что мы вот так вот все оставили, за то, что история повернулась таким образом Помню совершенно другое состояние своей страны, совершенно состояние этого городка Да, сейчас здесь все красиво, живут немцы, это все замечательно И войска нужно было отсюда выводить, в том, наверное, количестве, в котором они были Но не так, как это происходило, не так Это было похоже на побег На побег, это как будто мы сдались, проиграли и убежали И вот так я себя чувствую Не было бы проблем, если бы они сказали «Тебе можно работать в ФРГ, можешь поехать в Африку» Я бы возвращалась каждый раз, но меня не выпускали У меня были контракты в Западной Германии Нужно было запрашивать разрешение на выезд, а мои заявления всегда отклоняли Я обдумывала возможность перепрыгнуть стену, серьезно Я думала, окей, если меня схватят, я отправлюсь в тюрьму Два года отсижу, а потом меня выкупят Я подумала, надо взять это в расчет И обсудила это с друзьями Когда я впервые в Западном Берлине Подошла к стене Это было в мой первый день там Было так Мы пошли в Кроицберге на смотровую башню На нее можно было подняться и заглянуть на ту сторону И тогда я впервые узнала, что стены на самом деле было две А посередине между этими стенами была мертвая полоса Ее еще называли полосой смерти Потому что там были самострельные устройства Там очень многие погибли Ее патрулировали Там стреляли, там бегали собаки И она была по-настоящему широкой Никакие не 10 метров Мне кажется, 50, а то и шире И тогда я впервые поняла, что если бы я Попыталась перепрыгнуть через стену Я бы погибла И один мой друг, который был знаком с Тони Он мне сказал Рома, прекрати, не нужно тебе в тюрьму Кажется, есть другая возможность И так возникла история с Тони Чтобы перейти границу, нужно было, как мы это называли, заплатить за вход 25 марок нужно было принудительно обменять И 5 марок стоила виза На Востоке это вообще-то много денег За полдня ты просто не успевал эти деньги потратить Можно было пригласить друзей куда-то, небольшие чаевые оставить А можно было пойти в ресторан Поэтому мы под конец дня просто закупали колбасу, сыр, все что угодно Все было страшно дешево Так и шли с пакетом продуктов домой в западный Берлин И вот как-то приходит один из них и говорит Мы хотим гашиш Дает деньги Я возвращаюсь в западный Берлин Организовываю гашиш, кладу его в сумку И иду через границу Я не знал, что если тебя поймают на границе с гашишем То посадят сразу на 6 лет Да Каждый раз, когда я сюда заходил, было такое странное чувство Это мне всегда напоминало паспортные контроли в Аргентине во времена диктатуры Обстоятельства, конечно, были другие Но было чувство неуверенности Именно страха не было Ты клал паспорт, и пограничник начинал тебе смотреть в глаза Так-так-так-так-так-так-так-так-так Обычный способ Сверить человека с фото в его паспорте Потом начинал задавать вопросы, а через некоторое время Туф Печать И можно было проходить И вот перехожу я границу вместе с гашишем и с одним другом Я очень нервничаю, меня проверили Никто ничего не заметил, бегу дальше, думаю Я сделал это И тут сзади один из них кричит Стоять! У меня сердце остановилось Я оборачиваюсь, ваш паспорт Хорошего дня Я прошел дальше И мы сразу купили на Фридрихстрассе бутылку водки, доппелькорна Я выпил И немножко успокоился Я сел в машину Мне сразу говорят На, вот поешь Я откусил, но я не знал, с чем было это печенье То есть я был и пьяный, и полностью обдолбанный еще Тони тогда приехал в ГДР, то есть в Восточный Берлин Мы его встретили и поехали ко мне на Зонтакштрассе Люди всегда встречались у кого-то дома И как-то мы оказались все на Зонтакштрассе, где она тогда жила со своим молодым человеком И там была какая-то вечеринка, и в какой-то момент мы подошли к этой теме Потому что другие люди в это время как раз готовились к свадьбе Кто-то предложил, может, хочешь на Роме жениться, чтобы она тоже смогла выехать Мы обговорили все И стали после этого настоящими друзьями И между нами сразу возникло доверие И я знала, что я могу на него положиться И он тоже Я сначала удивился, потом подумал, а почему нет? Я сначала прикинул, какие тут для меня могут быть преимущества и недостатки Я думаю, что в первую очередь он хотел кому-нибудь помочь И для него это тоже было неплохо Жениться на немке Неважно, на западной или на восточной Я в западном Берлине спросил свою девушку, что она об этом думает Она сказала, да, конечно, это хорошее дело Другие мои друзья говорили, нет, не делай этого, у тебя будут проблемы И в этот момент я понял, что решил поиграть с самыми опасными спецслужбами мира Люди по ту сторону границы, штази, они не были дилетантами И тогда во мне проснулся особенный интерес Все у нас получится То есть был просто драйв Я это сделаю Это был 1987-й или начало 1988-го года Мы с мамой ходили по магазинам здесь, на Лейпциг-штрассе в Восточном Берлине И подошли к улице, ведущей к чекпоинту Чарли Со стороны Восточного Берлина тут были масштабные пограничные сооружения Большая часть обзора была закрыта, так что в деталях ничего разглядеть было нельзя Но за стеной были видны все эти здания в западном Берлине И я до сих пор помню, в какой-то момент я подумал Эх, а вот если бы, на что мама мне сказала Выброси эти мысли из головы, сын Это никогда не изменится Но я уже думал, что нет Однажды случится что-то, и я попаду туда Я стену видел, когда мы ездили, например, встречать бабушку на вокзал Она приезжала к нам из Советского Союза в ГДР, где работали мои родители И у нас пробило колесо Отец купил старую 21-ю Волгу, у нас пробило колесо И вот мы меняли, я смотрел, стоял на это серое сооружение Опять же, ощущения у меня были такие, что здесь наша территория, там не наша, здесь свои, там чужие Кто в руках друзья, кто враги, были мы скормлены, наверное, с молоком матери То есть на Западе враги, на Востоке друзья, то есть Советский Союз Соответственно, мы хорошие, восточные немцы тоже, а западные немцы, это что-то такое, с чем лучше не иметь контакта Мы сюда пытались переехать, мы приехали сюда в 92-м году, вот как раз уже в объединенную Германию И разница была достаточно существенная, но я могу сказать, что в чем-то, конечно, было хорошо Можно было покупать любые машины, любые шмотки, джинсы, все, что с этим связано Но у некоторых людей чувствовалась депрессия, депрессия от того, что они оказались выкинуты из жизни, по сути Потому что многие предприятия закрылись, войска, которые здесь стояли еще в 92-м году, они выводились в никуда То есть вот чувствовался какой-то такой беспредел немножко И разочарование со стороны ГДРовцев Ну и, соответственно, к русским отношение поменялось То есть если раньше нас воспринимали как великую, могучую страну, да, которая держала в кулаке пол Европы То потом мы приехали как, простите, но люди третьего сорта сюда, мы никому не нужны На нас так смотрели как, а что вы сюда приехали вообще, кто вы? Я пошел в обычную немецкую школу, я три месяца сидел, вообще ничего не понимал, вообще Я был как бы немножко за гранью общества, то есть я не вписывался немного в это общество, и я его тоже не принимал сам Я не могу сказать, что прям меня кто-то там гнобил, я просто себе еще не позволял гнобить, если что, я мог и ударить Здесь это, кстати, было не принято Было обычное утро Я готовился к работе, перебирал в голове планы, что нужно сделать Потом раздался звонок в дверь, а сразу за ним стук, я подумал, кто бы это мог быть, ведь слишком рано Даже коллеги в такое время не будут заходить Я открыл дверь, а там три молодых человека, в галстуках, пиджаках, очень серьезные лица Говорят, мы из Министерства государственной безопасности ГДР Пройдите с нами, мы просто хотим прояснить несколько вопросов Я развернулся, и один из них прокашлялся Говорю, что такое, что случилось, а он приоткрыл пиджак и указал на пистолет в кабыре Это было как-то странно Мы вышли на улицу, там стоял автомобиль Лада, еще один человек сидел внутри Таким образом, один из сопровождавших меня сел вперед А еще двое по бокам от меня, на заднем сидении И мы поехали в управление штази по Ростоку Дальше мне задавали вопросы часами Делал ли ты это? Нет Делал ли ты то? Тоже Нет И в какой-то момент один из них сказал Ну все, решено, ты остаешься здесь Как только я подала заявление, чтобы выйти замуж Прямо на следующий день я попала под наблюдение Перед моей дверью на Зонтакштрассе Сразу стали дежурить два товарища И сразу началось Со мной тут же вышли на контакт Я должна была прийти в районный совет Фридрихсхайна Там был специальный этаж, куда не всем был разрешен вход Там я зашла в комнату Которая была точно такая же, как эта Только чуть-чуть побольше Там стоял только один стол и два стула И туда зашла такая специальная женщина У нее был очень строгий вид Да И она стала задавать вопросы Таких встреч было Три И нужно было быть начеку Например, на второй встрече Она повторяла вопросы, которые уже задавала во время первой Надо было очень точно и аккуратно давать те же самые ответы Чтобы они не противоречили друг другу И это было про то, что они меня спрашивали Почему я хочу выйти замуж? Почему именно за Тони? Почему обязательно итальянец? Почему у Тони итальянский паспорт, хотя он по происхождению аргентинец? Всякие такие вопросы Мы готовились к свадьбе Обсуждали это в каждую нашу встречу Мы довольно круто это устроили И довольно неплохую инсценировку подготовили каждый раз Когда я через Чекпоинт Чарли уходил в западный Берлин Она меня провожала, мы обнимались, целовались Хорошо, так сказать, было сыграно Но мы подозреваем, что мы не рассчитывали, что в нашей богемной компании был доносчик из штази И после того, как стена рухнула, мы узнали, что там был один или два человека, которые стучали в штази Они не могли до меня добраться Я была человеком свободной профессии И они не могли на меня давить Тогда они начали пытаться преследовать мою семью Видимо, они выяснили, что я со своими родителями всегда связывалась по телефону Я звонила им на работу из таксофона Мама тогда работала воспитателем в яслях, в детском саду Я звонила туда или отцу на предприятие И в какой-то момент явился к ним на работу некий человек, который стал с родителями вести разговор К нам поступила информация, что ваша дочь хочет покинуть ГДР И нам бы не хотелось, чтобы ваша дочь сюда звонила Они дали понять моим родителям, что я считаюсь предателем Они были в полном шоке Мы нашли другой способ связи Чтобы я всегда могла до родителей быстро дозвониться Если что-то важное происходит Но контакт со мной никто не оборвал Нет Нет, страха никогда не было Я не боялся Было бы нормально некоторый страх испытывать Но, честно говоря, я чувствовал себя всегда защищенным Я же с запада, что со мной может случиться У нас было назначено время Я со своей девушкой пришел на пограничный контроль Она прошла на Фридрихштрассе А мне пограничница говорит Назад в западный Берлин Во сколько я тогда приехал, я уже не помню Я помню так, скажем, назначено было на 11 часов Мы договорились встретиться в 9 часов Я пришла вовремя Тони нет Тогда же нельзя было позвонить И он не мог позвонить Не было такой возможности Я подождала до 10 Тони нет Уже пол 11 Я не могла ведь родителей своих в ЗАГСе предупредить Друзья ждали Я и им не могла сообщить Они тоже интересовались Где Рома и Тони? Я тогда вышел и пошел через чекпоинт Чарли На чекпоинте Чарли происходит ровно то же самое Назад в Берлин западный Я такой, да как же так, у меня назначено Я женюсь назад в Берлин западный Вообще без мимики, без всего Тогда я вышел И подождал некоторое время Пошел опять на Фридрихштрассе И там дождался, чтобы смена поменялась Я подумал, это правильный момент Зашел и прошел контроль Моя девушка меня все еще ждала Она там больше часа простояла Вообще не знала, что со мной произошло Позвонить было некуда Мне кажется, что он появился около половины одиннадцатого У нас оставалось минут двадцать, чтобы доехать И мы тогда промчались сквозь Берлин очень быстро Приехали в ЗАГС за несколько минут до одиннадцати Все уже такие Было столько народу А мои родители, они знали только такие нормальные свадьбы, понимаете Никогда не забуду В ЗАГСе же всегда музыку ставят Я им дала кассету Сказала, что она стоит на нужной песне Только на кнопку нажмите Она нажимает и начинает играть отличная рок-композиция Роллинг Стоунс И это в ГДР Представляете? Мой папа ахнул Он окаменел Думал, что это за музыка еще? Ну, было уже поздно Все А женщина, работница ЗАГСа Нужно было видеть ее выражение лица Она была в таком шоке Но она не могла остановить музыку Это же была церемония Когда мы переехали из Челябинска Что меня больше всего поразило? Ну, панки, например Это люди, которые выглядели совершенно неординарно Особенно по сравнению с Челябинском Это люди с ирокезами С волосами раскрашенные в разный цвет Одеты совершенно по-рокерски Иногда, может быть, и грязно в нашем понимании Они очень откровенно целовались на улицах Что для нас было сравнение порно, можно сказать Потому что мы такого никогда не видели У нас все было достаточно скромно Ну и по нашим меркам прилично А здесь параметры приличия были немножко другие В этом доме жили одни немцы Мы над ними иногда издевались, как советские дети Но мы не издевались, мы играли Мы прятались в кустах Но перед тем, как спрятаться в кустах Мы звонили в кнопочки Потому что у них кнопочки для вызова Были все наружи И прятались И слышали в наш адрес иногда Какие-то немецкие проклятия Которые мы не понимали, конечно Здесь советские надписи еще остались? Нет, надо посмотреть О, очень много еще надписей сохранилось В субботу, день Нептуна Написано Вон ДМБ-91 ДМБ-89 Лена едет в Союз Официально я был обвинен в том, что планировал попытку Сбежать из Восточной Германии То есть, ничего даже не сделал для этого Организация, с которой я контактировал Из-за связи боевых искусств с НАТО Была названа вражеской Это означало, что я был предателем своей страны Моей маме даже не сказали, что меня задержали И первое время она не знала, где И я знала, что Ральфа забрали Я не знала, как это произошло Но я это знала Странное было чувство И неожиданно мимо меня стал все время проезжать Трабант И водитель каждый раз смотрел из окна на меня И из-за этого я поняла, что-то случилось Я это чувствовала, а Ральфа не было Что мне оставалось думать Это только штази могли быть Они его арестовали Утром Ночь была ужасная А на следующее утро я поехала Прямо в штази Я показала паспорт Меня отвели в комнату Изнутри на двери не было ручки То есть из нее нельзя было самостоятельно выйти Потом туда вошел Какой-то служащий штази Он меня спросил Почему мне вообще пришло в голову Что мой сын может быть здесь Я уже не помню Я была так сбита с толку и так взволнована Я уже не помню Что я ему сказала Ей пришлось несколько раз туда ходить и спрашивать обо мне Ей наконец сказали, что я Опасный преступник Мол, я планировал использовать свое знание боевых искусств Что базирующаяся на западе организация Обучила и натренировала меня И когда плохие капиталисты пойдут в атаку Я буду активирован Как солдат, наверное Или я не знаю, что еще было в их фантазиях Я буду работать против коммунистов И сражаться с ними Еще мне говорили, что В социалистической стране Мне не нужны боевые искусства Потому что здесь безопасно Их незачем использовать Это рай для рабочих и крестьян Они нужны только на той стороне В медленно умирающем капиталистическом мире Там все постоянно становится хуже Десять месяцев я провел в специальной тюрьме для допросов Потом, когда это было закончено Было слушание в суде Вход для публики туда был запрещен Государственный обвинитель сказал Вы обвиняетесь вот в этом Ваша позиция Я сказал, нет, ничего этого я не делал Он сказал, что все равно Моя вина доказана И в итоге этого инсценированного процесса Судья объявил приговор Три года и шесть месяцев лишения свободы За мои контакты с западным Берлином Нам ограничивали контакт с ГДРовцами Но тот контакт, который был Советские какие-то общие праздники Они были очень дружелюбные И отношение к нам достаточно было хорошее Ну и наше отношение к ним тоже Соответственно уважительное и дружеское Ну вот, например, общаться с немцами Я не совсем понимал, почему, наверное, нельзя То есть мне сказали, что ты никому не должен говорить Что ты ходишь в школу под дзюдо Потому что у родителей могли бы из-за этого быть проблемы То есть начали бы их спрашивать, а зачем, а почему И вплоть до выселения отсюда за 24 часа Как ребенку, шестилетнему, это объяснить достаточно сложно Но каким-то образом я это понимал и даже своим друзьям не рассказывал Удивительно У нас все было достаточно патриотично Мы были воспитаны так, что мы никогда не пытались там перебежать или на запад Или нам не было даже, может быть, посмотреть интересно, конечно, было, как там Но у нас не было никаких таких мыслей, что, может быть, как-то там переметнуться или еще что-то Нас этапировали, и так я оказался в Котбусе, в тюрьме, где один из корпусов был для политических заключенных Все началось еще по пути сюда Тюремные вагоны прицепляли к обычным поездам Маленькая девочка в поезде спросила маму «Мама, а они что, все убийцы?» Один из арестованных рядом со мной был артистом Второй – сантехником Третий – хирургом Обычные люди Потом нас пересадили на грузовик Он завез нас в тюрьму В этот момент я думал «Господи, я ведь на самом деле здесь, в большом доме Как такое произошло? Что я буду делать? И что со мной произойдет еще?» Некоторые люди буквально паниковали Когда меня арестовали, я не знал, как это работает Однажды я сидел в комнате, похожей на эту На стол кинули письмо Все четверо офицеров стояли вокруг с угрюмыми лицами скрестив руки на груди «Что это такое?» И я прочитал Там было написано «От Вольфганга Фогеля Я слышал это имя Это был знаменитый на весь мир посредник в торговле шпионами между КГБ и ФБР Он занимался всеми обменами В письме говорилось «Мы хотим вас уведомить, что беремся за вашу защиту» Большая подпись Говорилось, что он даже сможет представлять меня в судах западного Берлина А этого не мог ни один другой адвокат из Восточной Германии Фогель Казалось, такое только в сказках бывает Я до сих пор не знаю, каким образом он узнал и взялся за мое дело Я подписал письмо Вот тут моя подпись Декабрь, 1988 год Написал, ознакомлен и мое имя Я думаю, что мог только улыбаться Думал, ого, может это все-таки случится и я стану свободным Мы зарезервировали столы человек на 20-30 Очень хорошо поели Потом Поехали гулять В восточный зоопарк Он и сейчас работает И мы там кофе пили На животных смотрели Веселились А вечером В 6 часов примерно Все тут встретились Вообще, кто угодно мог сюда прийти Было человек 60-70 У меня блэкаут Я эту вечеринку вообще не помню Думаю, косяк употребили на природе И оттуда отправились домой После этого я в Восточный Берлин не приходил, ждал, что будет происходить дальше После нашей прекрасной свадьбы Я должна была Ждать документов на выезд В райсовете Фридрихсхайна мне сказали Что я могу получить это разрешение в любой день А пришлют мне его телеграммой То есть мне нужно было сидеть дома и ждать Они не могли сказать точное время Правда, я выяснила, что телеграммы приходят всегда до часа дня Значит, после часа я могла выступать Могла, например, поехать в Лейпциг Там вечер отработать И ночью назад И вот настал этот день Без пяти Без пяти час пришла телеграмма Там написано, что в два часа мне нужно явиться в это дурацкое учреждение То есть нужно в тот же миг выйти из дома У меня была машина Я сразу поехала Была там вовремя Там получаешь документы А паспорт у тебя забирают И в этот же день до двадцати двух часов Нужно покинуть германскую демократическую республику Там также было прописано Через какой именно пограничный пункт можно выехать Это был дворец слез на Фридрихштрассе И так, когда я сюда подошла, наступил великий момент моего отъезда Нельзя было быть до конца уверенным, что выпустят Хотя у меня и была виза До этого проверяли чемодан Все вещи Все, что было в чемодане И потом последняя часть Здесь Тут сидел некто И он так злобно смотрел Вот как это для меня было Там мои друзья, а там свобода Грустно Потому что мне приходится покидать друзей И я не знаю, когда я их снова увижу Там свобода И я наконец смогу воплотить свой список планов Свои мечты Которые у меня появились Еще когда я была ребенком Но вот этот человек, который тут сидит Он может сказать нет И ты все-таки останешься здесь Я думала, только не открывай рот Стой на месте, просто вообще не дыши Положи ему визу, одноразовую выездную визу А выдохнешь, когда будешь на той стороне И потом я получила назад свои документы И смогла выйти в эту дверь И это была дверь в мою новую жизнь С одной лишь трапецией А дальше в какой-то момент мне звонит друг Он говорит Привет, бла-бла-бла Рома сегодня переходит границу Мне кажется, часа за два до того, как это произошло И я отправился на Фридрихштрассе Вышла Рома с чемоданом и стирольской гармонию Она ее купила, потому что ее на Западе можно было хорошо продать Когда я выезжала, у меня при себе был только один чемодан, потому что нельзя было взять с собой больше В чемодане была моя трапеция И пара предметов реквизита, которые мне были нужны для выступлений И немного одежды на первые дни Только самое необходимое, потому что я не знала, когда придет мой остальной багаж Его нужно было посылать поездом И это длилось дольше месяца Можете себе представить, да? Из восточного Берлина в западный Но вот сюда, на Бегштрассе 26 Я приехала с одним чемоданом Она осталась в западном Берлине Я не помню уже, сколько я ездил по Южной Америке Когда я вернулся, она уже выехала из моей квартиры Мне снова повезло Что я была единственной гимнасткой трапеции И у меня были очень успешные первые шаги Это моя трапеция Я сама ее сконструировала Она у меня с 1985 года Перекладину мне сделали на заказ А канаты я сплела сама Это такое особое плетение Чтобы они лучше держали Это комбинация вашингтонской трапеции И обыкновенной Вплоть до сегодняшнего дня Никто еще такого не делал Точнее, никто еще это не повторял Работе на такой трапеции Трудно научиться И вот на ней я раскачивалась Вот так, в принципе, она и выглядит А вот тут крепится КОНЕЦ КОНЕЦ Вот так подниматься по лестнице Это неправильно Потому что оказываешься слишком близко к углу Можно наткнуться на охранника А это сразу большие проблемы Меньше из того, что могло произойти Выговор А некоторых спускали вниз с лестницы Других били связками тяжелых ключей Поэтому стоило всегда проходить по задней стене Чтобы видеть, кто там спускается Офицеров нужно было приветствовать Нельзя было просто пройти мимо В этой комнате сидел главный охранник Еще его называли наставник То есть предполагалось, что наставник Будет учить нас, как быть хорошими Коммунистическими существами Чтобы мы не остались на задворках общества И снова стали людьми А вон, по-моему, такие вот Были у нас в школе советской Фарточки, да? Он туск Як-40 Я же пошел в шесть лет в школу И у нас в Советском Союзе не было таких традиций А в ГДР дети ходили с такими большими кульками Картонными, наполненными конфетами Вот они в первый класс шли вот с этими здоровыми кульками Наполненными конфетами Родители делали такие подарки Это все еще здесь такая традиция существует Но у нас в Советском Союзе такого не было И мне это тоже подарили Для меня это было нечто особенное То есть первый класс запомнился навсегда Благодаря этому кульку, наверное Однажды я получил посылку, где была бутылка шампуня Я пришел в камеру и увидел, что вся раковина заполнена пузырьками от него Я зашел сюда и мне сказали, что там было на 20 миллилитров больше, чем разрешено И поэтому они все вылили в канализацию Поэтому последний месяц здесь у меня не было шампуня Конечно, это не звучит как что-то серьезное Но такие маленькие вещи они и использовали для того, чтобы ты начал себя чувствовать так, словно тебя нет Вы и не подумали бы, что это важно Но это была целая наука Видите эту кровать? Вот эти клеточки должны были быть всегда по одной линии Здесь видно другой ряд И это уже сулило большие проблемы А здесь вообще слишком свободные края Тут не заправлено под матрас Не говоря уже об одеяле, слишком неровное Сейчас это кажется занудством Думаешь, неужели было нечем больше заняться И они контролировали такие мелочи каждый день Да, они это делали И дело в том, что если у тебя что-то будет не так, то пострадает вся камера Накажет всех, кто с тобой сидит Вот это большое здание с забитыми окнами Это был один из тюремных рабочих цехов в Котбусе Я там работал Мы производили запчасти для фотокамер фирмы «Пентагон» Эта компания, используя дешевый труд заключенных Продавала свою продукцию через каталоги в Западной Германии Только представьте Десятки человек тут работали за огромными прессами Производя маленькие детальки для камер За каждую смену нужно было сделать тысячи таких Если ты выполнял план на сто процентов, это сулило проблемы Сто десять процентов – уже не так плохо Сто двадцать процентов – тогда ты мог идти Завод «Прогресс» Завод «Прогресс» Он выпускал одноименные автобусы И авторемонтный завод, который занимался ремонтом кразов, уралов, газов и зилов Здесь стоянка была грузовиков и автобусов перед заводом На этом месте прям стояли ворота А здесь стоял КПП с солдатом И на этом КПП, я помню, висел плакат С военной формой солдатов стран Варшавского договора А лестница сохранилась По этой лестнице каждый день люди ходили на работу из нашего городка Однажды утром мы все построились в коридоре В униформе, готовые работать Прямо в коридоре мы заметили, что охранники очень нервничают Некоторые держали резиновые палки Коммунистические директивы Как мы их называли Мы подумали, наверное, что-то случилось Снаружи мы увидели еще охранников Они были вооружены калашниковыми Их собаки были без намордников Несколько человек среди нас были постарше И один из них сказал «Черт!» И мы спросили «Что? Что происходит?» А он, похоже, история Германии повторит себя снова Мы были моложе, мне тогда было 25 лет 60-летний мужчина сказал нам «Знаете, я думаю, они сейчас просто поставят нас к стенке» Тут мы и испугались по-настоящему Представитель компании, на которую мы работали, пришел в цех И он был абсолютно счастлив Улыбался От него пахло алкоголем Мы еще подумали «Чего это он пьяным на работу пришел?» А он нам такой говорит «Эй, ребята, я так хорошо провел время» Мы сказали, что очень за него рады «Угадайте, где я был?» Мы сказали, что не знаем Он ответил на Курфюрстендам А это одна из главных улиц западного Берлина А мы ему «Ну да, конечно» Курфюрстендам А он продолжал «Сколько пива я выпил, люди все отмечают» Для нас это звучало, как если бы он сказал, что встретил инопланетяна или совершил путешествие во времени И тогда я купил себе саксофон, хотел научиться играть 8 ноября 1989 года Я сочинил свое первое произведение И смог нотами его записать Я после этого выпил пиво и улегся в кровать И вдруг стук в дверь Сосед из квартиры, где я раньше жил со своей бывшей подружкой И он говорит «Стена рухнула» Я говорю ему «Ну окей, что ж Добрый вечер и спокойной ночи» Я ложусь в кровать, а сам думаю «Что за бред он несет?» И вдруг слышу автомобильные гудки Подхожу к окну А там по Котбуссер Тор едут машины и все гудят Я подумал, турецкая свадьба Нет, это была не турецкая свадьба На утро повсюду были пьяные агрессивные люди Все ссорились Бросали бутылки Тогда началось то, что мы называем началом конца Жизнь поменялась окончательно И бесповоротно Конечно, я рада Да, что стена опала И что все свободны И я надеюсь, что так это и останется Что мы сможем продолжать жить в мире, наслаждаясь свободой И я хочу, чтобы так и было в будущем Мир, свобода и никакой войны Мы уехали в июне 89-го А стена, по сути, рухнула в ноябре, по-моему Нет, ну военные, они, конечно, были разочарованы Потому что так, как выводились войска отсюда И как это все происходило, это была трагедия Трагедия для всей армии Для советского народа Это была трагедия А для обычных граждан Ну, конечно, если ты патриот собственной страны Больно наблюдать, как кружится твоя страна, разрушается Все примерно в таком состоянии пребывали На самом деле, насколько я помню то время Я был достаточно юн Но какое-то такое состояние было у людей непонятное Все ждали каких-то перемен И, в принципе, хотели перемен Но что перемены будут настолько плохи, никто не подозревал То есть все понимали, что нужны какие-то перемены, что да Но то, что произошло с нашей страной, хуже-то, по сути, быть не могло Стена-то, она никуда не ушла Она была просто передвинута на границу с Россией А где сейчас стоят войска НАТО? На границе с Россией Вот и все А противостояние так, как оно тогда было, так оно сейчас и есть Ничего не изменилось, по сути, для нас, для русских Изменилось все, конечно, в худшую сторону, потому что войска стоят ближе к нашей границе Я в первую очередь подумал о том, что я, конечно, награду хочу посвятить своим учителям Это они научили меня, как я должен себя вести Они, к тому моменту, многие уже либо были мертвы, либо были очень старыми Подумал, что я хочу его посвятить активистам, которых расстреляли у стены И посвятить ее вообще погибшим Я сам не нуждаюсь в награде Мне это ни к чему Мы с Ромой забыли о том, что мы были женаты Потом она захотела развестись Мы пошли к адвокату И оформили развод Да, ну, она обо мне все время думает, мне кажется Для нас стена была защитой, но не от коммунизма или социализма Для нас это была естественная защита, как матка Мы жили в прекрасном мире И для нас границ не существовало Граница была для восточных Они не могли перейти на эту сторону Но район, в котором я тогда жил, Кройсберг, он был полностью огорожен стеной Куда бы ты ни пошел, всюду была стена Она просто была, и мы научились с ней жить Сегодня я, если можно так сказать, почти благодарен за все случившееся Потому что я получил столько жизненных уроков Мне помогали люди, от которых я этого совсем не ожидал Находил друзей там, где это невозможно представить В самых страшных случаях Получил возможность жить на другом краю земли Воспитывать там детей и рассказывать им эти мои истории Показывать места, связанные с ними Иногда, даже за одно поколение, положение вещей может измениться С учетом своего опыта я понимаю, что Все это не вечно Даже если где-то сейчас есть болезненная или грустная ситуация При которой границы разделяют семьи Это тоже не навечно Побывала на мысе доброй надежды и увидела два океана Это то, что их два нельзя увидеть Но неважно Моя детская мечта исполнилась Ситуация в настоящий момент очень напряженная Повсюду одни лишь запреты, запреты Я надеюсь, что история не повернет опять назад, понимаете Я могу только сказать, я желаю, чтобы был мир, свобода И только бы не было войны Это мое желание Моя детская мечта 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 Субтитры создавал DimaTorzok